доброго времени суток youtube уважаемая комьюнити моего канала уважаемые медицинские психологи просто психологи уважаемые психофизиологи я хочу записать итоговое видео на момент 10 апреля 2021 года немножко предыстории в 2015 году работая на уральском электрохимическом комбинате я почувствовал что ближайшее время мы будем не нужны на этом предприятии крупнейшим на среднем урале предприятие занимающейся переработкой урана и мою лабораторию которую я на тот момент глава возглавлял уже более 10 лет должны в ближайшее время сократить моих сотрудников моих сотрудниц сократить с комбинатом мы получали очень небольшие деньги порядка 10 11 тысяч на тот момент это были сущие копейки я получала там 11 с копейками ну пускай округлим до 12 девочки мы получали около 10 11 тысяч тем не менее мы были непрофильным производством пришел кириенко никто такой вы его прекрасно знаете враг русского народа враг атомной промышленности с момента прихода кириенко в атомной промышленности в атомную промышленность начался ее распад убийство кириенко он убийца атомной промышленности российской федерации соответственно придя к власти так скажем начались очень мощные реорганизации введение различных новых новшеств пср of и новых новых подходов в области атомной промышленности мы стали перенимать западный опыт одним словом комбинат с ухк уральский технический комбинат с 21 тысячи человек стал медленно сокращаться на данный момент на комбинате работают около 800 человек то есть если раньше жил весь город жил за счет комбината люди работали получали зарплаты покупали машины квартиры прекрасно все жили все было хорошо действительно людей винить не в чем они делали большое и важное дело тем не менее с переходом к власти в атомной промышленности кириенко начался распад не только нашего предприятия реорганизация оптимизация увольнения сокращение ну и цифра соответственно ближайшие годы должна была сократиться я это предвидел в середине десятых годов этого века и соответственно пришел к моим девочкам я помню этот прекрасный солнечный летний денек нет не летний осенний листва уже была осенняя но не день быстрее не ну такой яркий солнечный я пришел совещание которое проводилось в управлении комбината и сказал уважаемые коллеги я их всех любил и люблю до сих пор они очень хорошие работники у меня были у меня все работники были хорошие замечательные я всех их люблю до сих пор люблю они сделали очень много для промышленной психологии для меня для промышленной психологии пришел и сказал девочки коллеги на скоро будут сокращать мы не профильная производство для комбината лаборатория психологического обеспечения и нас будут скоро сокращать так она собственно и получилось то есть лаборатория была сокращена при моем неком непопустительстве а ну я ничего не мог сделать да я был известный в общем-то на комбинате все знали меня зовут бороздин виктор николаевич все знали меня на комбинате я соответственно там начальники цехов отделов директор там замы главный инженер 7 не знали но тем не менее допустили как бы развал лаборатории они тоже ничего не могли поделать им это было в общем то не особо интересно бороться там с вышестоящими начальниками в москве в министерствах и они конечно не стали возражать когда пришел видимо приказ или указ или куда сократить непрофильное производство начали сокращать там медицину стоматологию еще какие-то подразделения непрофильные начался развал комбината ровно такие же процессы происходили и на других предприятий предприятиях атомной отрасли ну хорошо значит нас я немножко все-таки я был уже в том времени такой уже опытный руководитель да значит я все-таки мне удалось всеми правдами и неправдами хитростью главным образом попытаться перевести нас и обосновал это написал там несколько документов больших красивых крупных там не по одному листу это было написано я добился того что нас всю лабораторию целиком меняем их сотрудниц передали под медицину нашу городскую дело происходило в городе на уральске свердловской области на уральском электрохимическом комбинате и нас передали под медицину под никого морозова андреевича крайне неприятного товарища ну неважно я о нем может быть еще расскажу кого у нас передали под медицину вернули и нам как бы сохранили морозов обещал сохранить нам эти зарплаты вот диапазоне 10 11 тысяч нам собственно так и было то есть он нам платил какие-то шесть или семь плюс из своего фонда добавлял нам до этих самых о боже 10 11 тысяч на тот момент это были уже отнюдь небольшие деньги и мы жили бедно да то есть нам приходилось там занимать деньги на то чтобы купить форму детскую для наших детей моим сотрудницам и мне тоже собственно для своего ребенка там то есть денег было прямо скажем немного мы никогда немного полу много не получали будучи на комбинате так как не основное производство основное производство жили в шоколаде то есть если не была зарплата грубо говоря там 20 30 40 тысяч то у нас у психологов медицинских клинических психологов промышленных психологов зарплата была 10 11 тысяч но неважно ладно добился от того хитростью добился этого что нас передали состыковал комбинаты состыковал медицину и соответственно нашу лабораторию передали под медицину это позволило мне выиграть еще три года почему выиграть потому что за за пять лет до того как я почувствовал вот на этом совещании что нас будут сокращать я пришел к моим сотрудницам и сказал мы делаем программные продукты мы начали делать в общей сложности все программные продукты которые у нас были созданы нашей лаборатории я приглашал неформально программистов хороших действительно хороших программистов платил им деньги из своего кармана примерно 3-4 тысяч я получал зарплату 10 11 тысяч там округленно 11000 из них три-четыре тысячи ежемесячно я отдавал программистам за очередную программная программный продукт в области промышленной психологии я платил из своего кармана и свои зарплаты жена плакала ругалась потому что это существенная сумма представьте себе зарплата 11 тысяч а я от нее вычитаю три или четыре тысячи на то чтобы сделать это программное обеспечение девочки мои сотрудницы ничего за это не платили ну и соответственно как бы мы создали мы начали создавать основу как вот я обычно им говорил моим сотрудницам что мы создаем на данный момент как только начали это делать заливаем фундамент так оно и происходило около пяти лет мы заливали фундамент строили стены этого дома значит подводили крышу значит там лестницы делали там к этому дому дорожки и так далее мы создали некую систему программных средств которые позволяли пользоваться ими и нам в нашей непосредственной работе на комбинат так и потенциально оказывать услуги дистанционно через интернет с помощью этих программных средств то есть двойной функционал у каждой программы был она могла работать оффлайн то есть для нас непосредственно для моей лаборатории она моя жизнь поэтому я смею называть ее моей ну и соответственно она эта программа эти программное обеспечение могло работать и на другие предприятия то есть оказываем такую услугу видео будет называться по всей видимости правда или величайшая афера другими словами около пяти лет я занимался тем что создавал эти программные продукты я приглашал к себе лабораторию программистов я немножко сам чуть чуть программист чуть-чуть совсем немножко значит приглашал программистов платил им из своей зарплаты я описал схему как и им платил еще им платил они конечно более опытные были программисты нежели чем я и соответственно они нам создавали эти программные продукты в двойном с двойным функционалом оффлайн работа и онлайн работа через интернет хорошо мы потратили на это порядка пяти лет вся лаборатория на это работала девочки мне поверили мои сотрудницы и сказали хорошо виктор николаевич я продумал они верили в меня говорили мне что мы под вашим крылом как у христа за пазухой они верили эти девочки у меня мои сотрудницы я их в общем то считаю не подвел прошло пять лет и наступил тот момент когда кириенко наконец-то не он непосредственно начал гнуть атомную отрасль убивать ее наш комбинат на это успешно откликнулся соответственно нас передали под медицину итог и по моим расчетам нам не хватило буквально может быть два-три года для того что завершить эту систему программных средств сайт программы и так далее их более 110 основных 14 базовых 15 и в общей сложности со всем функционалом разнообразным таких программных средств более около 100 14 ставить 110 и будем там или пускай 110 соответственно и не хватало крыши как и это выражался моим сотрудницам гривот мы создали фундамент за эти годы за пять лет шесть с лишним пять с копейками создали фундамент поставили стены крышу подвели окна вставили вроде все дом готов но не хватает внутренней отделки не хватает каких-то удобств ну то есть система была не завершена соответственно передав вот этот момент когда нас передали под медицин часть почему я так поступил я осознанно это сделал чтобы сохранить лабораторию в целости ну и соответственно позволить завершить вот эту самую большую работу моей жизни и действительно мы прожили под медицин частью еще три года наконец значит пришло то время когда я сказал мы все завершили у нас все готово были конечно относительными недоделки вы прекрасно знаете есть такая фраза ремонт нельзя закончить его можно только бросить так вот мы сделали создали эту систему программных средств вылившихся в дальнейшем в дистанционные психологические обследования и одним словом вынужденно создали ее исходя из эволюционного пути развития лаборатории и моей деятельности в ней не революционного это была вынужденная мера нас жестко сократили с комбината не удалось добиться того что я все-таки сохранил лабораторию в целости продолжали мы работать активно прод еще активнее стали продолжать работать с программистами я программировал они программировали ну и мы конечном итоге все-таки закончили может быть без красивый какой-то обои обоев там каких-то украшательствам и так далее и так далее но жить уже в этом доме можно было и я предложил значит этому этой сволочи морозову андрею речи он подлец вор он нереально подлец его предложил ему ввести систему я впервые произнес я прекрасно помню этот день он стоял на улице я курил в тот момент я вышел на улицу покурить на подъезд у подъезда и вот он стоит проходит уж по моим делам не по моим ли делам он не сказал так вроде это нигде не разрешено то есть проводить я ему рассказал систему что мы создали то-то 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 и готовы оказывать дистанционно дистанционные психоизиологические обследования и аллилуйя он не задает вопрос значит так это же вроде нигде не не прописано что так можно на что я ему ответил фразой андрей юрьевич что не за он прекрасно я уверен помнит эту фразу если он посмотрит этот видеоролик что не запрещено то разрешено он кивнул и мы заключили от медсанчасти первый договор договор был с компанией шлюм бирже соответственно мы предоставили программное обеспечение и о аллилуйя у нас все получилось мы провели качественные психоизиологические обследования оказали услугу дистанционно компании шлюм бирже и поехала и понеслось сайт контрагенты контрагенты да мы получили этот транш то есть деньги мы оказали качественную услугу компании шлюм бирже крупной одной из крупнейших нефтегазовых компаний российской федерации по поставке оборудования тоже бурению так далее почитайте не сами интернет и сейчас на данный момент у нас более 50 контрагентов с кем мы работали уже когда мы получили эти деньги вернее не мы получили эти деньги от шлюм бирже а медико-санитарная часть 31 возглавляемая морозовым андреевичем получил эти деньги а мы с ним так договорились андреевич сказал ему давайте вот все пойдет на лабораторию вы поднимите заработную плату моим сотрудникам обратите внимание чего я хотел это очень важный психологический для меня момент поднять заработную плану моим сотрудникам приобрести для нас компьютеры новая мысль работали на старейших компьютеров которые сам на своем горбу выпрашивал и таскал из 13 дела с комбината списанные привозил компьютеры из 13 отдела установил себя в лаборатории создал купил маршрутизатор за свои деньги там значит начали мы сеть работу проверять работу программных средств наших созданных по сети ну и так далее очень много чего было огромное количество дел было проведено мною без ложной скромности не я конья а мною не я я я а мною моей лаборатории моими сотрудницами мы провели сеть ну и начали работать тестировать наши программы не имеют ошибок они вам не ломаются они настоящие программы да то есть они считают лучше всех каждая программа была проверен там десятки формул расчетов математика психология надо сказать вообще сплошная математика ну и собственно мы это все проверяли тестировали и создали конечном итоге мы получили этот транш от компании шлем бирже крупные большие деньги и моя договоренность глаз морозом такая что вроде мы получаем компьютеры мониторы жалюзи у него попросил очень жарко у нас было очень мелочевка ну примерно и сопоставимым получили от шум бирже порядка четверти миллиона на тот момент для нас это огромные деньги с учетом наших зарплат в 10 11 тысяч а получили мы там порядка двухсот восьмидесяч четырех тысяч у меня до сих пор этот договор лежит просто как историческая правда соответственно там ну будем округлим до четверти миллиона до двухсот пятидесяти тысяч пускай будет круглая цифра хотя она там было что 280 с чем-то но неважно соответственно морозов меня обманул я попросил когда написал ему как бы докладную с просьбой приобрести на лабораторию новые мониторы даже не компьютера просто три или четыре мониторы попросил значит жалюзи и увеличение заработной платы сотрудников соответственно не было отказано было официальное письмо за подписью морозова пришло что вы заработали 8 тысяч сто тридцать рублей хотя транс был там порядка двухсот восьмидесяти девяти тысяч что-то так вот так вот считаете соответственно как только получил это письмо тоже был хороший день я встал из-за своего стола заведующего такой лаборатории пошел к морозову зашел к нему в кабинет и сказал ему слова таки что вор и подлец вышел из кабинета через неделю был подписан приказ о сокращении лаборатории в целом как же администраторами каких-то привязок завязать там очень подло он поступил он обвинил меня в том что я прогулял на работу там опоздал на работу на 5 минут значит и я почувствовал буквально через неделю это произошло я за свою жизнь ни разу на работу не опаздывал приходил всегда точно в новый год 31 декабря я всегда сидел на работе до последнего до конца рабочего дня потому что чувствовал ответственность руководителя вдруг кто-то что-то позвонит или какие-то вопросы возникнут но тем не менее начались буквально через неделю после того как я зашел кабинет руководителю якобы в кавычках руководителю никакой не руководителя а подлец и вор соответственно я и моя лаборатория была сокращена девочки были в шоке но я не мог подруг поступить по-иному я когда пошел я им сказал что сейчас я хочу сделать они на меня посмотрели они меня уважали любили ценили верили мне ну и одним словом нас сократили я сказал им спокойно поехал знакомому женщине юристу она подготовила мне устав через неделю у меня было 10000 которые мне выдали при увольнении 5000 я отдал за оформление устава общество с ограниченной ответственностью и соответственно 5000 я отдал за первую аренду первого помещения 14 квадратных метров маленькой комнаты одним словом где мы переехали туда с девочками теми которыми которые остались со мной и не ушли другие вещи детские сады школы и так далее начали продолжать работать и с тех пор прошло еще около 10 10 почему много чем 7 или 8 лет мы работали можете зайти на наш сайт увидеть сколько у нас контрагентов одним словом слово дистанционная психологическая диагностика была придумана мною бороздяным виктором николаевичем исходя из необходимости выживания моей лаборатории сам я вышел сферу медицинской психологии вот я что хочу сказать величайшая афера ли это или же профанация как угодно это можно называть но теперь мы имеем с вами приказ 749 который говорит о том что надо такие обследования проводить дистанционно приказ идиотский дебильные люди которые его создавали вообще ничего не понимают в медицинской психологии и промышленной психологии поскольку дистанционные психологические обследования в том виде в котором они сейчас предлагаются приказом 749 н это абсурд полнейший и полнейший идиотизм ну во первых ладно появилось словом но и придуманы вот в тот момент я вышел покурить и столкнулся лицом к лицу с морозовым с этим начальником медицин части и соответственно я произнес слово дистанционные психологические обследования поскольку это был вот функционал такой в наших программах реализован ну хорошо я придумал слово дистанционные сейчас они отмечены как награда мне на грудь приказа минздрава 749 н я прекрасно знаю людей которые создавали этот приказ в недрах минздрава российской федерации это люди возрастные подписал это все премьер-министрами шустин фактически я обманул премьер-министрами шустина ними не обманул ну просто вот эти люди обманули не я не моя вина я ввел понятие дистанционные психологические обследования в российской федерации и значит проводил обследование качественно и хорошо ну вот все это вылилось не очень качественную хорошую вещь в виде приказа 749 н подписан разработан миндан миндан минздрава российской федерации и подписанным премьер-министром мишустиным и так далее дистанционные психологические обследования это профанация диагностики еще раз повторюсь профанация диагностики проводить такие такого рода обследование я всегда это отчетливо понимал когда еще начинал делать но у меня выхода другого не было мне надо было выжить и дать выжить моим сотрудникам это профанация заключается в том что проводить эти обследования дистанционно в том виде в котором предлагая проводить 749 приказ нельзя ни в коем случае мы проводили обследование по нескольким методикам в том числе патопсихологическим обратите внимание то есть всегда должно присутствовать какое-то личное присутствие специалиста который наблюдает за мимикой жестной психиатры клинические медицинские психологи меня прекрасно поймут существует такое понятие как термин процедура так угодно его можно называть это наблюдение два метода существует всего в науке это метод наблюдения и метод эксперимента вот то что мы предлагали в своей деятельности расширенный объем методик около не около 1314 методик мы проводили это каждая методика капля дождя она все равно давай дает очень четкое представление пускай несколько такое размытое но тем не менее дает представление о человеке о его личности психических функциях мышление памяти внимания характере темперамент темпераменте характере личности человека она дает 1314 методик приказ 749 н возводит в культ 4 методики психологических это ммпи ладно согласен но его крайне мало обратите внимание и 3 психологических не методики а пробы которые сейчас расскажу о них отдельно это проба пзмр простая зрительно-моторная реакция это проба сэзмр сложная зрительно-моторная реакция это проба rdo реакция на жившийся объект первое это крайне недостаточное количество методик вот этих капель которые падают на человека невидимку которую мы обследуем недостаточное количество методик чтобы о нем что-то понять это первое а второе господа присяжные заседатели если меня будут судить то судите меня значит судите меня за то что пробы пзмр сэзмр и рдо они были до того как я родился я утрирую говоря это они были да я не знал их будучи медицинским психологом я узнал они в 2001 году что существует проба пзмр сэзмр рдо и так они мне по своему методологическому подходу понравились что это новый шаг в развитии медицинской психологии таких методик вам трудно на ранее специалистам это понять а специалисты меня поймут сразу медицинской психологии есть пробы бурдона счет покрепили ну еще несколько проб функциональных проб направлено исследование активного внимания ну и так далее я был воодушевлен вот этими методиками новыми пазмр сэзмр рдо и о них услышал 2001 году уже будучи достаточно опытным медицинским психологом я о них услышал когда перешел сферу деятельности промышленной психологии ну и соответственно я эти пробы стал изучать я ими был увлечен ну и естественно когда мы начали программировать это в середине десятых годов мы начали именно нет мы сначала запрограммировали ммпи миннесотский многоаспектный личностный опросник потом методику уровень субъективного контроля прекрасно известного в области медицинской психологии 16 факторный личностный опросник раймонда котелла нервно-психическая устойчивость уровень нейротизации психопатизации краткий отборочный тест 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 раввена интеллекта ну и ряда других методик ну и куда же я так был не увлечен я был этими методиками пазмр сэзмр рдо что конечно мы их тоже запрограммировали эти методики сделаны нами на самом высоком уровне качества там заложены точные самые четкие формулы которых нет ни у кого в российской федерации да я вообще боюсь их нет ни у кого в мире этих форму правильно кроме как у меня в моем компьютере нескольких компьютер одним словом мы создали в лаборатории к лаборатории услышанные мной впервые 2001 году название вот этих проб пазмр сэзмр рдо до 2015 году мы создали эти методики свои четкие правильные с учетом всех научных методологических подходов и так далее это была огромная огромная работа это была адская работа и мы можно сказать вот небольшим коллективом там сколько-то нас было четыре пять шесть человек если считать еще программистов там побольше будет одним словом мы создали эти методики и о аллилуйя в 2021 году в приказе минздрава звучит изобретение бороздина виктора николаевича дистанционные психологические обследования это первое и о аллилуйя звучит методики пазмр сэзмр рдо ммпи ладно упускаем его ну как сам бог велел без ним вообще никуда ну хорошо одним словом те люди которые профаны которые создавали приказ 749 идиоты профаны как угодно их можно назвать они купились первое на дистанционное слово дистанционное психологическое обследование они ввели их приказом премьер-министра российской федерации это то слово которое я придумал стоя на пороге куря сигарету глядя на эту мразь морозово андрея юрьевича подлого человека в вора и нехорошего человека я придумал эту фразу дистанционные я ее произнес яка не начинается данным тем не менее имеем право имею право рассказываем то что было на самом деле и сейчас вся россия живет по приказу 749 н судите меня за это господа ммпи пазмр сэзмр рдо да никто никогда не вспомнил про эти методики никто если бы мы не начали проводить эти обследования дистанционно с применением ммпи пазмр сэзмр рдо и никогда бы россия в двадцать первом веке никогда бы не вспомнила и никогда бы история бы пошла другим путем если бы не было меня ура вошел в историю я конечно не навальный который вошел уже все во все учебники истории и не будут рассказывать детям на уроках истории но тем не менее это мои видео я буду поднимать продвигать это моя исповедь это правда или величайшая афера 21 века в области промышленной психофизиологии это исповедь если угодно как интересно сейчас вся россия трахается с приказом 749 н это не моя вина а вина тех профанов если не сказать хуже которые этот приказ придумали молодые люди которые там это делали или же возрастные люди я предполагаю кто это делал я знаю кто это делал они написали этот приказ и его утверждил премьер-министр мишустин вот так господа делается история за 20 лет с 2001 по 2021 год сейчас у нас на дворе 11 сегодня по моему апреля 2021 года это видео я буду продвигать я его буду немножко модифицировать и снова выкладывать чтобы как можно больше людей узнала о том кто куда вляпался и кто за это в ответе премьер-министр мишустин или 70-летние старички минздраве российской федерации которым этим всем заправляют и нихуя за 20 лет не сделали хорошего и не выдали ни одного хорошего приказа они поймут что я не говорю или же молодые люди совершенно молодые люди безумные после института которые услышали слова опызмр о дистанционной написали бредовый приказ 749 им подписали их старшие товарищи коллеги занимающиеся ним физиология не психиатры танцы по образованию физиолог биолог психиатр ну все друг друга достойны возрастные и так далее насмотрелся на таких ну и соответственно премьер-министр министр не шустин отметился величайшей афере 20 начала 21 века это видео не пропадет из ютюба никогда что дальше а дальше люди будут продолжать люди медики предприятия организации заводы фабрики связанные с источниками низирующие излучения транспортное предприятие авиапредприятия железнодорожные предприятия будут следовать приказу 749 н дистанционное психологическое обследование проводить никоим образом нельзя это профанация диагностики профанация диагностики чистом виде чистое незамутненное золотое зерно профанация вот этой самой промышленной диагностики промышленной психологии истина только в медицинской психологии человек к лицу лицу к лицам с пациентом человек лицом к лицу с методиками патопсихологическими никакими не компьютерными я уже своих видео неоднократно об этом говорил что любая качественная патопсихологическая методика из области медицинской психологии их несколько десятков около сотни таких методик классификации исключения предметов поймут меня коллеги которые в этому в этой области работу она любая из этих одна методика стоит вместе взятых вместе взятых ммпи пзмр смр и rdo эти методики это профанация диагностики господа дистанционно персонально очно оффлайн да этим можно и нужно работать но ни в коем случае не так как это прописано в семьсот сорок девятом приказе там бред полнейший невозможно провести входной предсменный психологический контроль невозможно этого сделать при всем желании норма контролера не пропустят и делать этого нельзя ни в коем случае дистанционный психологический контроль перед выходом работников на рабочую смену проводить какой-то мониторинг четко определенных обстоятельствах и условиях лаборатории да с помощью этих методик можно ммпи пзмр смр рдо но не только с ними надо это делать потому что когда мои девочки освоили ммпи которых я обучался в лаборатории они прекрасно меня знают и помнят этот момент мы работали тестами но я обучил их всех будучи выходцем из медицинской психологии работе с более чем сотню других качественных по настоящих настоящих не выдуманных и эфемерных методик пазом ир с измр рдо выдуманные эфемерные методики и с формулами расчетами да в них есть золотое зерно надо развивать они экспериментальные они для исследований предполагались мной чтобы развивать науку я занимаюсь наукой они лаборатории даже не диагностика я не диагност я наукой занимаюсь это моё кредо этому подход и принцип я не психофизиолог я просто человек любящий заниматься наукой эфемерность этих методик она для меня сто процентов имеется ввиду пзмр с измр рдо а если вы не хотите этой эфемерности то надо использовать качественные патопсихологические методики из области медицинской психологии их немного они не допускают почему вот у меня есть да там 14 основных методик да потому что больше ничего в нашей научной действительности не существует для качественной хорошей диагностики человека вот эти 14 существуют и не больше и не меньше если бы и было больше я бы очень сильно удивился но поверьте мне я все их знаю наизусть как таблицу умножения вот их можно использовать и автоматизировать и использовать в качестве программных средств от этих 14 методик больше невозможно с технической точки зрения при любом раскладе любой мощности компьютеров там скорости интернета как угодно надо проводить психологические обследования очно сидя лицом к лицу со своим человеком испытуемым пациентом ли будь то медицинской психологии пациент психологии это работники персонал и так далее и так далее и так далее вот это надо делать и это нужно делать это крайне важно и нужная сфера деятельности в целях обеспечения безопасности человеческого фактора потому что кадры решают все как сказал в тридцать пятом году 1935 году иосиф висаренович сталин на съезде там партии он сказал следующую фразу тридцать пятом году кадры решают все кадры действительно решают все психофизиология промышленная психофизиологии медицинского мы не берем в расчет это больные люди промышленная психофизиология крайне нужна и необходимо но не в том качестве и в том виде которую благодаря благодаря мне и я не стесняюсь и я говорю да это я придумал термин дистанционная диагностика психофизиологическая диагностика дистанционная я бороздин виктор николаевич это придумал ну и соответственно это было подхвачено и за 21 год вылилась приказ 749 н мест здраво российской федерации который является полной профанации психофизиологической диагностики дистанционной не дистанционной неважно какой это профанация ну и соответственно премьер-министр мишустин второе лицо государства подписал этот указ указ полнейшая профанация вот это реальная история реальная история моей жизни прошло 20 лет я потратил 20 лет и свое здоровье на такую деятельность на такую жизнь на такую работу сделано очень много я не в чем поймите неправильно ни в чем не раскаиваюсь было все сделано правильно тем не менее в то что это сейчас вылилось благодаря во многом не ну чё ж другие то люди тоже на себя должны какую-то ответственность в этом смысле брать на тот же мишустин те же туру баров щебланов и не знаю кто там сиден еще кто-то на сидим прежде всего должны понимать о чем идет речь этот ролик никогда из интернета я вам обещаю клянусь никогда из интернета не пропадет а то и величайшие афере которую провернул я и провернули другие люди вольно или невольно я тоже невольно в некотором смысле на себя было платить мне 10000 когда на комбинате я работал когда там получали люди 25-30 тысяч а потом еще и сокращать меня не на того напали голубчики мы делайте со мной что хотите ничего не страшно всего определенных причин кто знает тот поймет о чем я веду речь лёха навального конечно жалко гнобят вот сижу курю электронную сигарету обычный табак мне нельзя по состоянию здоровья кто меня знает кто понимает кто я что я они прекрасно меня поймут о чем я говорю что что произошло вот в момент всего этого вот развития событий если будут какие-то вопросы у вас уважаемые видео слушатели моего канала милости прошу этот ролик провисит очень долго я надеюсь что его я его буду продвигать всячески как это только возможно значит хочу чтобы его увидели все участники событий начиная от моих сотрудниц заканчивая значит моими непосредственными коллегами руководителями в том или иной этап моей жизненной профессиональной деятельности ну и соответственно я надеюсь его посмотреть и руководитель от медицины посмотрит руководители предприятий значит вы можете не сомневаться посмотрят руководители ростехнадзора посмотрят руководители предприятия организации кому мы оказывали услуги все было сделано правильно максимально возможно с допустимый уровнем профессионализма все было сделано правильно вот такая вот интересная история может быть я еще дополню этот ролик чем вспомнил этот так экспромт можно сказать да неожиданный значит дополню этот ролик последующими роликами так что ого берегитесь уважаемые я расскажу всю правду всю исключительно для вас для вашего понимания уважаемый премьер-министр уважаемые руководители от медицины уважаемые коллеги уважаемые значит контрагенты и так далее куряжка на этом все благодарю за внимание и удачи вам